Привет всем, с вами компания Notic.ru и сегодня мы поговорим о геймерском ноутбуке Asus G750JX. Новинка работает на процессоры Intel Core 4-го поколения и видеокартах Nvidia GeForce 700-й серии. Внешне у нас это, естественно, большой, толстый и тяжелый геймерский ноутбук, как и все они. Оснащается он дисплеем с диагональю 17,3 дюйма, с разрешением Full HD, и что интересно, здесь дисплей матовый, поэтому это неплохо сказывается на углах обзора. И дизайн, по сравнению с предыдущими сериями, остался практически без изменений. Матовый корпус, пластиковый, хищный такой дизайн, здесь два больших винистационных отверстия, и все это достаточно строго и круто выглядит. Теперь посмотрим на порты. Как и у любого геймерского ноутбука, здесь достаточно большое число всевозможных портов, здесь стоило три видеовыхода, но в целом все достаточно стандартно для геймерских машин. 50 мм у него толщина, он достаточно толстенький, и теперь посмотрим на вес. Вес здесь также не сильно маленький, здесь целых 4 кг, ну как у всех геймерских машин. И посмотрим теперь на производительность. У нас Core i7 4700HQ и GeForce GTX 770M. Battlefield 3 на высоких настройках здесь очень хорошо идет, на ультре тут немножко будет проседать FPS, но на высоких все просто прекрасно, без всяких проблем на картах на 64 игрока. Crysis 3 на высоких настройках здесь, в общем-то, работает, но все-таки FPS проседает, поэтому на самом деле, либо чуть-чуть понизить разрешение придется, либо играть на средних настройках. Точно такая же картина наблюдается в новом Metro Last Light. На высоких настройках, небольшие проседания FPS, то есть, либо понижать разрешение, либо на средних. Но все-таки следует отметить, что по сравнению с GTX 760M, который мы тестировали раньше, в 770-е все-таки вытягивает все это дело намного лучше, то есть, количество кадров более-менее нормальное, и играть в современные игры можно на неплохих настройках. Hitman Absolution, высокие настройки, и здесь вот количество кадров вполне достаточное для комфортной игры. Tomb Raider 2013, высокие настройки. Сразу скажем, что ультра здесь также не вытягивается, идет просадка FPS. То есть, на высоких здесь все в порядке, 40 кадров примерно, а вот на ультре будет проседать до 25. В целом, как можно заметить, GeForce GTX 770M, она, в принципе, подходит для игры во все современные игры, но супертребовательные игры все равно будут играться на средних настройках. То есть, если вы хотите играть на высоких или на ультра настройках, в тот же Metro или в тот же Crysis, то все-таки стоит пересмотреться к моделям 780M. 770-е позволит играть, но не на ультра настройках. Систетические тесты показывают достаточно большое количество очков. Кстати, Heaven стал показывать меньше у нас в последнее время, это потому что он обновился, и там теперь как-то по-другому считается, поэтому со старыми обзорами лучше не сравнивать результаты. Кстати, что интересно, последняя версия драйвера от NVIDIA 320 устанавливаться упорно не хотела, говорила, что совместимого оборудования не обнаружено, поэтому мы тестировали на дефонтных драйверах. И теперь посмотрим на экран и на углы обзора. Как мы уже сказали, здесь 17,3 дюйма, матовый дисплей, он, к сожалению, TN, но зато с разрешением Full HD. Вообще, в 17-дюймовых машинах, по-моему, не ставят IPS-дисплей, по крайней мере, мне не встречалось, может быть, где-то есть, но пока это крайне редкость для 17-шек, почему-то пока еще не устанавливают. В целом, для TN-дисплея, для Full HD здесь все довольно неплохо, для геймерской машины этого достаточно. Ну и большой плюс, что дисплей матовый, то есть не бликует, никаких там отражений нет, то это всегда хорошо. Почему-то матовый экран тоже в наше время относительная редкость. Причем даже у этой модели матовый дисплей это опция, так что где-то в продаже вам может попасться эта же модель, но с глянцемым дисплеем. Теперь рабочая область и клавиатура. Очень стильная кнопочка включения, такая как алмазик, как какой-то драгоценный камень. Клавиатура отлично закреплена, у нее такие очень мягенькие клавиши, напоминают прорезиненные. Ход клавиш хороший, играть в игры одно удовольствие, к клавиатуре претензий никаких нет, в общем-то, как и у предыдущих серий о ноутбуках Asus G. Клавиатура также оснащается светодиодной подсветкой белого цвета. Подсветка регулируется вручную специальными клавишами, которые располагаются на верхней панели. Ну и само собой здесь есть тачпад, он достаточно большой, как у любого 17-дюймового ноутбука. Он выполнен по классической схеме, в центр он не нажимается, у него для этого специальные две кнопочки, достаточно удобно нажимаются. В общем-то, такие тачпады мы любим больше, чем цельные. И теперь посмотрим на температуру рабочей области. В отличие от многих геймерских ноутбуков, здесь все в порядке, температура не слишком большая и достаточно комфортная. Теперь дно, дно здесь пластиковая, здесь одна крышка, под которой находятся внутренности, рассасывается воздух у нас через вот эти отверстия, и через задние отверстия, выдывается он назад. В нижней части у нас расположен встроенный сабвуфер. Ну а акустическая система, как и у всех геймерских ноутбуков здесь на высоте, мы геймерских ноутбуков с плохой акустикой пока еще не встречали. Теперь посмотрим на батарейку. 5900 мАч или 88 Вт-часов. Примерно 3,5 часа он работает, но в играх, естественно, час-полтора. Вот здесь вот под заглушкой находится один единственный винтик, откручиваем его и попадаем в ныто. Здесь у нас есть интересный момент, его коснемся чуть-чуть попозже. Здесь два слота оперативной памяти, у нас установлен здесь модуль на 8 ГБ, один из слотов пустой, а всего ноутбуки 24 ГБ оперативной памяти, где находится еще 16. Еще два модуля по 8 находятся внизу под этими слотами, до них добраться уже отсюда нельзя, и поменять их тоже затруднительно, они распаяны на материнской плате, вот здесь вот находится еще 16 ГБ памяти. Теперь тот самый интересный момент. В нашей конфигурации два жестких диска по 750 ГБ на 7200 оборотов в минуту, но вот это простой жесткий диск на 750 ГБ от фирмы Hitachi, ну, точнее, от фирмы HDST. А вот это жесткий диск от Seagate, это гибридный жесткий диск, сочетающий в себе, собственно, жесткий диск и твердотельный накопитель для киширования, там, 8 ГБ флеш-памяти встроенная. И все это дело, по идее, должно работать значительно быстрее, чем обычный жесткий диск. В интернете есть подробное тестирование этого жесткого диска на XBT, насколько я помню. То есть мы особенно сравнивать это дело не стали, но произвели некоторые тесты, и сейчас посмотрим. Сложно сказать, мы не очень понимаем, какие именно цифры здесь должны сильно отличаться, но вот, например, HDTuneTest у нас получились вот такие вот результаты. Соответственно, слева у нас Seagate жесткий диск гибридный, а справа Hitachi обычный жесткий диск. Вообще, модификации ноутбука Asus G750 есть великое множество, они отличаются всевозможными параметами, там есть с твердотельными накопителями, есть с жесткими дисками, разное количество оперативной памяти, разные видеокарты, есть даже с 780-ми картами, которые, кстати, значительно производительнее, чем с 770. Что в итоге мы скажем про G750JX, именно про эту модель? В целом, здесь все неплохо, хорошая производительность, хороший дисплей, он матовый, не бликует, а производительности хватает для того, чтобы играть во все современные игры, ну, на средних, на высоких настройках. Кто хочет играть на ультра, тому нужна 780-я карта, но там ценник улетает сразу до потолка, поэтому сложно сказать, а правда ли такая покупка. Что касается уровня нагрева, то греется он вполне нормально для геймерских ноутбуков, ну, в среднем 78 градусов, ну, для геймеров это нормально. Естественно, он шумит во время игр, но вы этого особенно не услышите, потому что будет работать акустическая система, которая здесь на высоте. Каких-то конкретных минусов у этого ноутбука замечено не было, ну, а стандартные особенности геймерских ноутбуков, такие как низкое время автономной работы, большой вес, большие габариты, это все, естественно, здесь присутствует, как и везде. Еще в небольшой плюс можно записать то, что на этот ноутбук устанавливается 2 года международная гарантия, то есть в любой стороне мира его можно чинить в течение 2 лет. Что касается цены, то конкретно эта модификация у нас стоит 62 тысячи рублей, ну, и есть куча других вариантов, которые там с разными видеокартами и другими параметрами, ценник там сильно плавает. Спасибо всем за внимание, до новых встреч, всем пока!